Всем привет! С вами Екатерина и вы на канале Рецептик. Сегодня я приглашаю вас к императорскому столу, так как мы приготовим с вами императорский омлет. По одной из версий, это блюдо готовили для австрийской императрицы Елизаветы в 1850 году, но так как она сильно следила за своей фигурой, она не стала его есть. И император Франц Иосиф взял это блюдо себе и скушал его с удовольствием. Так давайте и мы с вами его приготовим. Для начала мы приготовим с вами сливовый компот. Для этого возьмем 400 грамм сливы, очистим ее, помоем и нарежем на половинки. Выложим на разогретую сухую сковороду и посыпем сверху 2 столовые ложки сахара. Таким образом мы будем карамелизовать сливу, пока сироп от сливы не станет немного густеть. На это у вас уйдет приблизительно 4-5 минут. Затем мы добавляем 125 миллилитров воды и уложим палочку корицы. Если у вас не найдется такой корицы, то вы можете добавить обыкновенный порошок, когда слива уже будет готова. Продолжаем варить сливу приблизительно 3 минуты. Смешиваем 1 чайную ложку крахмала с 1 столовой ложкой воды. Мешаем, пока весь крахмал не растворится. Крахмальную воду будем добавлять тонкой струйкой к сливу, перемешивая сливу, чтобы не получились комочки. Варим еще 1-2 минуты и отставляем в сторону. И приготовим тесто на омлет. Для начала мы будем взбивать белки. Возьмем 4 белка. Добавим щепотку соли. И будем начинать взбивать белки с маленьких оборотов. Через 1 минуту прибавим обороты и добавим 2 столовые ложки сахара. Взбиваем, пока белки не увеличатся в 2-3 раза. Далее мы будем отдельно взбивать 4 желтка, 140 грамм муки и 400 миллилитров молока. Молоко мы будем добавлять постепенно во время взбивания. Добавим к тесту взбитые белки и перемешаем осторожно венчиком. В конце добавим 50 грамм изюма. На разогретую сковородку добавим 1 чайную ложку сливочного масла. Растопим его. И выльем на сковороду половину приготовленного теста. Выпекать будем омлет 3-4 минуты на среднем огне. Затем переворачиваем омлет при помощи 2 лопаточек. Оставляем еще на 2 минуты. И начинаем лопаточкой делить омлет на мелкие кусочки. Добавляем еще раз 1 чайную ложку сливочного масла и 1 столовую ложку сахара. Продолжаем перемешивать мелкие кусочки для того, чтобы они обжарились со всех сторон. На это у вас уйдет приблизительно 2 минуты. Вот и все. Наш императорский омлет готов. Выкладываем на тарелку. И подаем наш омлет, конечно же, со сливовым компотом. Надеюсь, вам понравился этот очень простой рецептик. Буду очень рада, если вы оставите свой комментарий и поделитесь этим рецептом. Также вы можете украсить это блюдо сахарной пудрой и подать его с ванильным мороженым. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить хорошие рецепты. Подписывайтесь на мой канал.